Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас у экранов и приглашаем к просмотру выпуск новостей. В студии Анны Вязгина, коротко о главном. С новосельем ключи от новой квартиры вручили переселенцам из аварийных домов. Выборы губернатора и Объединенного Совета депутатов состоятся в Московской области 8, 9 и 10 сентября. Предприятие «Парфюмстиль» приглашает к сотрудничеству. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации Павлова-Посадский на работу требуются сотрудники. Четкий контроль. Капитальный ремонт социальных объектов продолжается. Новый герой программы «Творческие профессии» художница Светлана Анисимова. Репортаж с оперативного совещания «Прогноз погоды». В Электрогорске состоялось торжественное вручение ключей от новой квартиры переселенцам из аварийного жилья. Семья готовится к переезду в современную благоустроенную квартиру. Временно исполняющий полномочия главы Александр Кулаков и начальник отдела архитектуры и строительства Юлия Башмакова вручили ключи от новой квартиры по улице Советской, 36, семье, которая проживала в аварийном доме на улице Ленина. У нас программа переселения, из которой в каждой проживающем в квартире, в коммунальном жилье, уже ветхое жилье, жилье предназначенное под снос, значит, губернаторская программа. Да, переселяем в квартиры, в индивидуальные, собственно. Я, знаете, много бывал в этих домах, смотрел, как живут люди, назвать это жизнью очень тяжело. Да, нормально. Вот, ну, знаете, вот там, где хозяева следят, еще как бы вот где-то есть действительно нормально, да? У нас были. А вот где совсем плачевные квартиры, там, да, но лучше индивидуального жилья, мне кажется, ничего нет, правда? Поэтому я искренне за вас рад и счастлив, что вы обретаете свои стены, в которых вы будете полноправными хозяевами жить, проживать индивидуальной жизнью. Да, и мне очень здорово, что наше государство, наш губернатор заботится о наших жителях, о нас, и что есть такие прекрасные программы, с помощью которых мы можем улучшать жизненные условия. Я поздравляю вас с этим и предлагаю, ну, покажете свою красоту. Спасибо. Это вам. Главная хозяйка. Держи. Это долгожданное новоселье для горожан. Для семьи, получившей сегодня ключи от квартиры, это одно из самых значимых событий в жизни. Люди приобрели не просто комфортные и безопасные условия проживания, но и уверенность в завтрашнем дне. Большое спасибо нашей администрации во главе с Александром Сергеевичем, который заботится о жителях и продолжает так работать. И держитесь за такие кадры, как Юлия Сергеевна. Будем. Таких людей очень мало. Отзывчивый, терпеливый, популярный, всеобъясняющий человек. Держитесь. В 2014 году дом по адресу улицы Ленина, 27, был признан аварийным. Именно с этого момента семья ждала очереди на переселение. Квартира двухкомнатная, с отделкой, теплая, уютная. Жители по-настоящему счастливы. Безусловно, дом для человека – самое главное. От всей души желаем любви и согласия в новом доме. Уважаемые избиратели, выборы губернатора и Объединенного Совета депутатов состоятся в Московской области 8, 9 и 10 сентября в единый день голосования. Принять участие в голосовании может любой житель Подмосковья, который обладает активным избирательным правом. Вы можете проголосовать в любой удобный для вас день с 8 до 20 часов. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт. Приходите, важен каждый голос. По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8-496-43-377-57. Уважаемые жители Павловского посада и города Электрогорск! С 8 по 10 сентября пройдут выборы губернатора Московской области и депутатов Объединенного Совета депутатов Павлово-Пасадского городского округа. Мы с вами видим, как преобразилась Московская область, какими современными стали города Павловский посад и Электрогорск за последние несколько лет. При поддержке областного правительства они стали цветущими, современными, благоустроенными городами, в которых хочется жить и работать. Являясь членом команды губернатора, могу с уверенностью сказать, что при поддержке нашего областного лидера нам удалось изменить ход истории и войти в новое время, время, где Павловский посад и Электрогорск – жемчужины Подмосковья. Города с богатой историей, с большим будущим, которые мы с вами и будем выбирать уже в эти выходные дни. Жду вас на избирательных участках. Вместе выберем достойного губернатора. Глава городского округа Павловский посад Денис Семенов и временно исполняющий полномочия главы Электрогорска Александр Кулаков продолжают в еженедельном режиме контролировать ход работ на значимых объектах. В этот раз побывали в детском саду «Колокольчик», во взрослом поликлиническом отделении больницы и на дороге, ведущей к новому кладбищу. Начали объезд с детского сада «Колокольчик», побеседовали с представителями подрядчика, напомнили о соблюдении нормативов в качестве ремонта для дешкалят и сроках проведения работы. «А вы предоставили технические решения по стоякам? Канализация, провод, горячего?» «Нет, мы тут планы выставали, нам вчера прислали. Вчера мы на этом предоставили. Планы размещения туалетов, ванн, комнат. Уже есть администрация. И вы сейчас будете, согласно этому плану, делать разрисовку, да?» В здании продолжается монтаж перегородок из гипсокартона. Готовят проект решения, цветовой дизайн, осуществляют работы по кровле, приступили к монтажу инженерных коммуникаций, оконных блоков, штукатурки стен. В стадии завершения – ремонт цоколя и отмостки. В ближайших планах – бетонирование входных групп, подготовка к монтажу фасада. «Сколько людей у вас будет работать на ВИСах к середине следующей недели, к нашей встрече?» «Ну, мы до 70 точно доведем, вот как у нас по графику». «То есть 71 человек мы увидим?» «Да, 71 человек будет, да». «Что мы еще увидим, Вячеслав?» «По электрике, то есть по потолкам начнем габельную разборку». «Ну, это будет освещение и на розетку, то есть». «Освещение и розетки. А перегородки сколько будет в общем объеме выполнено? Процентов?» «Ну, максимально. Я, в принципе, ставлюсь в конце, а пусть сейчас по розеткам дадут, когда нам понимание, где будут идти. Уже перегородки будут». «80-90% да, вы нам дадите?» «Процентов на 80%. «Процентов на 80%. А по улице что будет сделано?» «Ну, метонирование всех входных групп планировать». «Она будет закончена, все». «И подготовка к монтажу фасада, да?» «Да». Во взрослом поликлиническом отделении ведется устройство кровли, монтаж оконных блоков, монтаж сантехники, электрики, фасадные работы. «А чтобы радиаторы делать, надо сначала, грубо говоря, техническое решение сделать. У нас здесь гипс-картоном все?» «Да. Сначала усилить проемы, все поменяются, которые есть, потом согласовали. «Усиление проемов идет?» «Перегородки, все согласовали». «Потом у нас идут стояки, да?» «Еще перегородки, стояки, стояки и потом обвязка и прочее». Далее проехали на дорогу, ведущую к новому кладбищу. Строители асфальтируют пешеходный тротуар, скоро приступят к укладке второго слоя асфальтобетонного покрытия и нанесению разметки. «В следующей неделе выходит освещение, но освещение мы хотим ближе к концу недели, потому что нам лучше все-таки сразу барьерку заколотить, то есть поставить барьерку, чтобы видно было, как правильно столбы поставить. Нам надо правильно отступить, выдержать вот это расстояние, ну, то есть технически так. И потом у вас остаются лосы. Финально будут разметка и лосы, да. Ну, разметка тоже на следующей неделе там беспредельная пляж. Разметку они тут, в принципе, за полтора дня сделают. Может, за сутки даже. Они там, ребята, по две смены работают у нас. Ищите новую работу в Электрогорске? Предприятие «Парфюм-стиль» приглашает к сотрудничеству. Если вы гражданин Российской Федерации и хотите работать, подрабатывать по свободному графику по вашему выбору, готовы в выбранные для себя дни работать грузчиком, фасовщиком, упаковщиком с 8 утра до 20 часов вечера с перерывом на обед, получать заработную плату переводом на банковскую карту еженедельно по средам из расчета 2300 рублей на руки за отработанную смену, приходите на парфюмерно-косметическое производство ООО «Парфюм-стиль» по адресу Город Электрогорск, улица Буденного, дом 5, строение О. Все детали вы можете уточнить в отделе управления персоналом по телефонам 8-925-494-75-40, 8-929-511-69-70, 8-496-43-313-49 с 9 до 16 часов. Также на постоянную работу требуется Технолог по договоренности, наладчик технологического оборудования первой категории, фасовщица парфюмерной продукции, укладчики-упаковщики, операторы тампы печати, окрасчики стеклянных изделий, водитель автопогрузчика, кладовщик, начальник УТК, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник. Официальная стабильная заработная плата, оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации Павлова Посадский на службу требуются сотрудники. Мужчины в возрасте до 50 лет, образование не ниже среднего, на различные должности, на патрульно-постовой службы, оперуполномоченные, участковые полномоченные и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По всем вопросам просьба обращаться в отдел кадров 205-47, телефон. И что вам предоставляется? Вам предоставляется оплачиваемый отпуск от 40 дней, зарплата не ниже 55 тысяч и бесплатное медицинское обслуживание, а также возможность получения высшего образования в ведомственном институте. И о погоде. Ближайшей ночью будет ясно. Температура плюс 8-10 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. 7 сентября в течение суток ожидается переменная облачность. Температура плюс 16-18. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Эти творческие люди способны превратить в искусство даже самые обычные на первый взгляд вещи. Они переносят свои мысли и переживания на полотно с помощью красок, карандашей или фломастеров. Речь пойдет о художнике. Профессии, которая подвластна тем, кто не мыслит свою жизнь без творчества. Новый герой программы «Творческие профессии» художница Светлана Анисимова. Приятного просмотра. А сразу после репортаж с оперативного совещания в администрации. С вами в студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова